Привет, друзья! Вы на канале Обо всем Че. Данный канал посвящен африканским сухопутным улиткам Ахатина, Аркохатина. В данном видео я решила вам показать, как я обустрою террариум, улетариум, как хотите назвать, не знаю, даже просто контейнер для двух вылупившихся улетят. Из пяти яиц вылупились только двое, ребят. Вот, посмотрите, два улетенка. И вот это яйцо, они его разгрызли, съели немного скорлупы. Им сейчас очень полезно кушать скорлупу, это как первый источник кальция. И вот данное яйцо, посмотрите, ребята, оно пустое абсолютно. И все три яйца были пустые. То есть два улетенка вылупились в срок, даже чуть-чуть раньше. А все остальные яйца вот такого были качества. Они пустое внутри. Вот. И я решила сегодня просто их пересадить в большой контейнер, обустроить им. У меня здесь сейчас два вида мха. Это свежий зеленый мох. Вот, я его уже помыла. Даже выбирала вот такие вот иголочки. Хотя я, как вы знаете, особо не заморачиваюсь по этому поводу. Потому что я считаю, что мох это как подстилка для улиток. Ну, как укрытие, как источник влаги в террариуме. То есть я особо не заморачиваюсь насчет иголочек. Вот таких вот. Ну, немножечко сегодня решила все же почистить. Вот. От иголок. И, соответственно, естественно, я все это обработала, вымыла. Вот. И сейчас хочу все это уложить в контейнер. Вот, смотрите, какой же мох красивый. Вау. Просто супер. Посмотрите, он такой мягкий, влажный. Так, это другой мод. Мох. Это свагнум. Вот этот мох вообще просто супер, супер красивый. Поэтому я даже заморочилась, убрала иголочки и листочки. Вау. Вообще. Вот таким вот прям пучком я его прям положу вот сюда в уголочек. Так, ребят, ну давайте вот такого что-ли положим. Тоже прикольный. Я думаю, улиткам очень понравится в нем прятаться. Я даже знаю, что некоторые виды улиток, правда я не замечаю, может быть и мои улитки едят. Они его, короче, едят, этот мох. Вот именно вот такой. Ну и добавлю свагнума. Вот такой вот у меня сегодня прекраснейший свагнум. Да, где-нибудь есть все-таки эти иголочки. Вот. Вот такие иголочки я убираю. Ну обычно нет, но для улитят я сегодня прям постаралась. И вот так вот все это раскладываю. Вот сейчас такой мокрый-мокрый мох. Вот даже, смотрите, есть листочек. Я его прям здесь и оставлю. Не вижу смысла вот прям реально чистить так сильно прям, чтобы ни единые иголочки, ни единого листочка. Зачем? Нет смысла. Вот. Ну еще чуть-чуть добавлю муха. Все, ребята. В принципе, я считаю... Смотрите, какой вообще его веточки такие прям. Видите, какой мух интересный. В общем, я считаю, что этого достаточно для двух улетят. Такого количества мха. Вот, видите, эти волки. Я прям сегодня заморачиваюсь, вытаскиваю их. Вот листочки всякие. Вот. Мох чистый, поэтому... Нет, листочки я все же оставлю. А вот такие иголочки, палочки, веточки я убрала практически все. Сейчас немножечко я хочу взрыхлить. Хотя улитки, я думаю, разберутся сами. Грунт сейчас на данном этапе я не хочу уложить. Оставлю вот таким образом. Здесь у меня еще нет мисочки. Я просто буду сюда ложить кусочек огурчика, либо листья салатные. Вот, видите, ребята, у меня вот сейчас листья салатные есть. Сейчас я камеру повыше подниму. И посмотрите, вот такая вот тарелища с огурцами, морковкой, шампиньонами. Это для кормления улиток. Но так как улитята еще маленькие, я решила положить им листочек салата. Сейчас я прям оторву листик. Вот, видите, ребята, сюда прям. Ну и из этой тарелочки возьму, наверное, самый сочный, это огурчик. Одну дольку. Все такое зеленое сегодня получилось. Ну и, соответственно, давайте посмотрим на улитят. Вот эти маленькие. Вот даже рожки были видны. А сейчас они спрятались у этой улиточки. И вот я замечаю, что одна улитка, она больше размером, а вторая чуть поменьше. Вот, ребят, видите? И вот которая побольше размером, смотрите, вот она уже практически ручная, не боится меня. Вот, видите? Вылезли рожки ее. Она сейчас свою мордашку покажет нам. Ну, а так, конечно, на самом деле улетят еще очень пугливые. Вот вторая улиточка, она практически вся ушла в завиток, в раковину, то есть спряталась. А та, которая чуть-чуть побольше, она уже, собственно, ничего не боится. У них такое белое тельце, прикольное. А рожки их не аж прозрачные. Ну да, вот она уже полностью вылезла. И ищет, чтобы ей покушать. Я сейчас хочу их разъединить. Ого! Вот этот улетенок, он так сильно присосался. Вот, видите? И раковина коричневая. Так, ребят, все, я хочу сейчас опустить улиточку прямо на листочек, на огурчик. Возможно, она захочет покушать. Ну и, соответственно, пугливую улиточку тоже, она чуть поменьше. Поэтому она еще всего боится. Да, ребят, я забыла посыпать все кальцием. Я сейчас возьму кальций. Через минутку я подойду. Вот так вот это все выглядит. Сейчас камеру настрою. Ребят, почему не снимала долго видео? У меня, как вы слышите, горло побаливало. Поэтому сейчас уже мне полегче. И я решила сегодня записать видео для вас. А так, все эти дни у меня немного болело горло. И, соответственно, голос был не очень. Вот. Все, я, ребят, за кальцием. Вот, видите, улитка, смотрите, она уже прям поползла на листочек. Я думаю, она же сейчас его начнет кушать. Листочек заворачивается, не очень удобно. Вот. Не очень видно. Все, я сейчас все посыплю кальцием. Да. И очень важно, конечно, улиточку содержать в определенном контейнере, в определенных размерах. То есть, улитки уже довольно-таки, улетят, а уже, видите, довольно-таки большого размера. И в маленьком контейнере им не особо удобно. То есть, они могут остановиться в росте. Либо еще какие-то там произойдут изменения. Мало кушать будут. Поэтому я сегодня их пересудила. Вот. Думаю, достаточно. Ну и да, чтобы улитка выросла большой, соответственно, и контейнер нужен. Размером побольше. Чтобы ей было просторно. Ну вот, как всегда. Одна улиточка общительная, а вторая совсем нет. Видите, она полностью спряталась в раковину. И я думаю, она ей не покажется нам сегодня. А вторая улитка, видимо, поползла изучать новую территорию. Ее рожки, они прям буквально прозрачные. А на кончике черненькие точечки. Это глазки. Я думаю, вам сейчас не очень хорошо видно. Пониже чуть-чуть опущу. Ну вот так вот, наверное, видно. Видите, там черные точечки на рожках. И рожки такие прозрачные. А тельце беленькое. Ой, вторая улетенка. Второй улетенок тоже высовывает свои рожки. Да, думаю, этот контейнер ему очень понравится. Он побольше размером. И ездить и развернуться, так сказать. Беру мох с огурчика. Ну что, ребят, буду прощаться с вами. Я улетят, пересадила. Я очень довольна, что у них теперь новый домик. Очень много мха. Мох влажный. Думаю, улиточкам понравится. Но мне понравился, допустим, вот этот мох. Вау, он такой классный. Мягкий такой. И влажный. Ладно, ребят, еще увидимся. До новых встреч. Всем пока. Любите своих питомцев. Все, я выключаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok